Сегодняшнее видео — это привет из прошлого. Я год назад снимал его и никогда не выложил на свой канал. Вообще ни на какой, нигде. Такого не было. И я даже подумал, что я не хочу это видео особо монтировать. Пусть оно будет таким немножечко сырым, чтобы вы просто увидели нашу атмосферу в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, вообще в Калифорнии, как мы проводили время с ребятами, которых вы уже давно-давно знаете. И я думаю, что вам будет интересно просто на это посмотреть в любом случае. Так что присаживайтесь поудобнее, смотрите это видео. Enjoy! Мы обсуждали сейчас, что Лос-Анджелес — город одного дня, но это не моя цитата! Это цитата моего фрикмахера. Нашего. Твоего. Привет, Андрей. Да, я подстригся здесь у парикмахера, потом к нему пошел подстригся Кирилл, потом Кирилл у него нашу стричься, потом Кирилл посоветовал Ираклию. И теперь это кто? Парикмахер Иракли. С одного раза. Даже ты рассказывай, что он там договорился. Подождите, ладно. Он говорит, ну я считаю, что это город одного дня, и ты можешь год ничего не добиться, два года ничего не добиться, пять лет ничего не добиться. Но будет один такой день, который перевернет твою жизнь. Когда мне Ираклия рассказала про выйти от парикмахера, я ему сказал, о, да, звучит прям про Москву, или Токио, или Нью-Йорк, или про все, что угодно. То есть город одного дня? Что за речь? Для кого-то Урюпинск будет город одного дня. Кстати, привет всем из Урюпинска. И привет Андрею Ткачу, который тоже это наверняка увидит. Ну и в общем, но на тот момент, пока он это говорил, я такой вдохновился, потому что это реально вдохновляюще. Знаете, когда вам говорят, типа, город одного дня, типа, могу познакомиться с тем-то, тем-то, и потом дальше моя карьера попрет. Я спрашиваю, а у тебя был твой один день? Он говорит, нет, мне пока все радо. Я думаю, что Лос-Анджелес город одного дня, и это может подтвердить, например, Вайнштейн. За один день человек все потерял. У меня нет пока никаких подтверждений. Нашел к этому годами. Да, просто мне радует идея, ты должен провести года и один день. Реально, реально. То есть это не город пяти лет и одного дня, это город одного дня. Твой один день может, типа, наступить хоть через неделю, хоть первый же день. Чтобы он состоялся этот один день, ты должен для этого много стараться и сам что-то делать. Это не город тебе подкидывает этот день. Ты прилетел в этот город, сам что-то сделал, с кем-то познакомился. Если ты не Ираклик. А, да. Это же мистер коммуникация. Вы думаете, вы что его канал смотрите? Он-то и до вас доберется. Хай, дуги. Хай, Марк. Ну, там не просто хай, Марк. Она дарит о. О, хай, Марк. О, хай, Марк. А ты знаешь? Я не сделал. Я не сделал, что ты уже смотрел. Ну, да, да. Хотя, кому как. Я, например, сначала посмотрел боксовский клуб, потом прочитал книгу. Ни разу не пожалел. Не, думайте другого. Другого. А вот Дима Ермузевич. Пожалуйста. На самом деле, это Фрэнк Синатра, что еще более интересно. Офигеть, Дима! Это не просто похожесть. Это похожесть на Фрэнка Синатра. Офигенно. Никогда. У меня есть видео с Димой Ермузевичем. Давно не было. Дима был в глядь. Офигеть. Я в шоке. Я просто всегда вижу, что это охотничество. Вот так! Если я улыбнул в этой машине, то это просто от этого вождения. Это полнейший вау. Это так офигенно. Спасибо, что привел сюда. Я не знаю, кто-то там готов рисковать залезать. Ну все, мне кажется... Я готов. Какая красота! Офигенно. Что не встреча с Кириллом и Стасом, то опять какая-то барбекюшная вечеринка. Что вы на это скажете? Потому что мы мастеры. Мы на хищной диете. Скидываем вес. At least I look cold. Ребята, шо за вид видок? Вот здесь противоподобно. Как тебе не лень? Смотрите, сколько сейчас времени. Я вам объясняю. О, один стал. Да, реально. Какая умница вообще. Такой бегун. Таких бегунов не видал. Кто ж так еще бегает вообще? Тяжело. Ну каждый день я так бегаю. Это же так сложно себя заставить делать то, что тебе нравится. Да. Тут это главный секрет. Мне просто нравится, вот и все. Поэтому мне приходят все заставляющие. Покеты. Как с сексом, примерно. Обазар. Ну давай. Короче, сегодня день. Стасу вручаем его кнопку. Стас уже давным-давно, конечно же, достиг 100 тысяч подписчиков на YouTube. И мы, как амбассадоры в отставке, выполняем сегодня эту задачу. Я смог получить его посылку, убедив выдающего, что... Ничего страшного, это мой друг. То, что тут, естественно, имя-то не мое. Ну все, пойдем. Пойдем. Привет. Привет. А, поздравляем вас в достижении, спасибо, награды. И большой и очень блогер. Самый главный блогер. Больше всех видео выводил. Ей, 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 ей. Спасибо за куртку. Ей, 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 ей. Обычно люди идут к этому годами. Мне кнопку выдали за первый день после выкладки первого видео. Понимаете, одно видео. Годы, годы стараний. И ураги все еще 10 тысяч. Эту кнопку дают за 100 тысяч подписчиков. Три года назад, но... Ну, короче, это неинтересно. Скажи, что ты благодарен. Только никакой политической, пожалуйста, заявлений. Я благодарен тебе, исключительно тебе, благодарен за то, что ты мне ее привез. Пошли. Попадем на Версуль. Сегодня мой первый в жизни хайкинг. Со Стасом. Он мне сразу дал очки. Благодарю. Раньон-каньон находится рядом с Голливуд-бульваром. Собственно, по нему мы идем. Вот здесь звезд нет. Но 100 метров отсюда, в ту сторону, отбуда пришел район, как раз находится голливудский звезд. И сейчас идет подготовка к Оскару. Я покажу кадры. Я сейчас стою за местом, где выселили красную ковровую дорожку. Написали Оскар и все такое. И вот такие вот чуваки сейчас ходят. Аааа, как круто. Скоро Оскар. Вот часть этой дорожки. Подготовка. Вот тут, видимо, будут стоять люди. Поворачиваешь направо, через 100 метров. Оказываешься на Фуллер-авеню. А в конце Фуллер-авеню вход в раньон-каньон. Помимо входа, обычного в раньон-каньон. Угу. Хей, хелло. Здесь есть вот эта штука. Снял? Да. Видел, что там можно взять? Иду. Ты можешь взять это бесплатно. Ааа. Можешь вернуться, взять там банан сейчас. ММДМС. Или воду. Но что значит бесплатно? Это типа абсолютно на твоей совести. Ты сам решаешь отдать за это доллар. Может быть два. Может быть ноль, если у тебя сегодня нет. Но вот, например, Таир Мамедов рассказывал у Дудя, как он пользуется этой штукой. Типа он положил разочек 10 долларов. И потом понимаешь, что он может две недели ходить и брать сколько хочет, грубо говоря, бесплатно. Ну, то есть ты сам себе тут создаешь кредит. Представляешь, кто-то, ну, бизнесмен такой, что он просто закупает. Вот сюда, ты видел, там нет никого продавца. Вот эти девушки, которые рядом стояли, они не относятся к этой лавочке. Они там продают свою одежду какую-то. Я их впервые, кстати, вижу. А та лавка со снэками, она здесь абсолютно всегда. А людей достаточно. Существует. Две горы, ну, два маршрута. Левый и правый. Левый более тяжелый, дольше идти, выше подниматься. И правый проще. И тот, и другой в итоге, ну, то есть на этот мы сейчас будем с тобой идти, наверное, в первый раз на минут 23. Туда, допустим, 30. Предлагаю первый раз идти на более легкий для того, чтобы... Ну, просто, если ты пойдешь сразу на более сложный, тебе потом никогда не захочется идти на более легкий, типа, в чем смысл? Поэтому сейчас первый раз входишь сюда, потом входишь туда. Прошли мы с тобой уже 430 метров. Ну, вверх мы прошли 430 метров, а не просто попрямую. Да. Да, ну, причем так выглядим, такие, типа, не запыхавшиеся. Но дождитесь склейку, когда мы будем наверху такие... Там будет оттуда видно даунтаун красивейший и Голливуд Сайн, те самые знаменитые белые буквы. Класс! Замечательно. Вот такие вот лесенки. Вы, оказывается, можете увидеть, сколько не смотрел блогеров из Л.А. Никогда не видел эти деревянные лесенки. Вот никто их не показывает. Но они сейчас закончатся. Просто это место самое опасное по обвалу. Так, буквально метров 30. Ааа. Но, тем не менее, все равно, знаете, тут есть какие-то деревянные лесенки. Голливуд. Видно почти ничего. Замечательно. Для тех, кто почувствовал жажду, тут можно набрать воду. А еще очень важная вещь. Оказывается, Стас мне сказал, и это правда, тут можно на асфальте спуститься вниз. Прикиньте. Тоже это никакие блогеры что-то тебе не говорили. Ну, я вообще не смотрел, если честно, видео именно про хайкинг. Это такое первое. Так, более того, ты можешь, ну, не только спуститься по асфальту, но и подняться. То есть, кто-то так читерит. Смотрите, вот она, эта дорога идет прям вокруг всего. Соответственно, то, как мы сейчас будем с тобой спускаться, кто-то только так и поднимает. Класс. Ну, а хайкинг, вот это непонятное слово, которым тут все пользуются, это просто пеший туризм. Угу. Другими русскими словами. Красиво на выходе тут. И закат. Это пока самая красивая дорожка, по которой мы тут проходили. Это просто вау. Я так обожаю вот эту зелень зеленистую. Как будто на своей фэнси дачке. Такой замечательный, родной, американской. И классный. Ну, я так обожаю такое количество девчонок. И пальмы, кстати, я думаю. Угу. И твой козырек. Красота. Козырецкая. Да, тут можно брать что угодно. Ну, все по одному доллару. И еще есть аккаунт, куда можно скинуть деньги, если у вас нет наличных. Но никто это совершенно не проверяет. Деньги вот сюда кладутся. Короче, можно закинуть реально 10 долларов, а потом просто, как говорится, feel free. Говорится же feel free. Да. Взял и пошел. Ага. Ну, это, конечно, прекрасный бизнес. Примерно тут айтемов, наверное, 150. То есть, грубо говоря, 150 долларов в день это может штука приносить. Бананы есть. Ну, в общем, ну, просто прекрасно. И можете представить себе такое где-нибудь в России, где просто стоит что-то, что можно брать? О, и зеркало даже есть. Хеллоу. Добро пожаловать, как будто бы в русское заведение. Отлично. Просто ноль. Мы преодолели хайк. Все. Тут уже вознаграждение. Какие молодцы. Надеюсь, сделаешь. Медаль. Я прям рад, что мы так провели день. Не знаю. Для меня это прямо такое возвращение в Москву. В очень теплую, любящую, принимающую. Сейчас в метро жду поезд, который довезет меня до дома. Благо я живу рядом с метро. Ну, это благо, знаете, пока ты не водишь машину, это благо. Когда ты водишь машину, тебе уже становится все равно. Но я пока ничего не вожу. Поэтому так. Суфу. Первым делом пришли в трейдер, называется. Только приехали. Только приехали. Как так? Мы что приехали-то в Сан-Франциско? Куда наши день рождения? А мы такие, а давайте приедем. А вот и приехали. А вот теперь с цветами такие. Пришла Даша. Знаете, что увидела? Увидела трех парней, которые лежат просто в этой комнате. Цветы мы оставили на кухне. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Называется, хотели вручить нормально. Ну, все. Цветы лежали вот так. Даша просто заходит, такая. Ну, цветы. Ну, парни какие-то там валяются. Не надо бы мы это не планировали. 23 годика исполняется. Реально тебе даже планировали. Я зависела? Ах, как молода. Как свежа. А ты, кстати, мне на позапрошлый день подарил. Смотри, помнишь, как кимчи, который утром едет? Прям так же. Прохожу мимо Долорес парка. Такое обалденное место. Вы себе представить не можете. А мы опять хайкием. Хобби у нас теперь такое. Постоянно везде ходить. И документировать. Кирилл протирает супер-ультрамодные очки. Которые делают меня рэпером. Ну, конечно же, мне они не идут так, как они идут в Ираклию. Давай, надей мне эти очки. Ладно, не идеально. Чистые. Ну, какие у тебя впечатления, Ираклия? Ты вот говорил, что ты в Сан-Франциско бывал. Ну, ты же не бывал здесь. Вот это Сан-Франциско? Вот это Сан-Франциско, в котором я не бывал, ребят. Представляете? Неужели буду менять мнение? Кто знает? Мы немного сменили планы. Едем за Саней. И я очень рад. Давно ее не видел. Сан-Чоус. Смотрите мое последнее видео на канале. Это эксперимент. Оно сметно и смонтировано Саней. У нее классно получилось. И очень смешно. Я прям ржал. Сыскоп, Сань. А вот и к нам пришла создательница супер-классного монтажа. Последнему видео Дарьи. Дорогите, очень болело. Да. Серьезно? Очень смешно было. Очень живенько. Спасибо большое. Может быть, даже лучше, чем наша пьяная кухня. Очень спорный аргумент, но мы же пить. Хвастается тут своими майками, значит. За, по-моему, 3 долларов. 1,69 за ежевику. В Америке это обычно меньше 6 долларов не стоит. Угу. Что первым надо покупать на вечеринку? На вечеринку? Да, конечно. Ты смотришь на зелень. Это разве первое, что ты будешь покупать? Алкоголь. Понюхай вот это яблоко и скажи мне, что ты нюхал такое вкусное яблоко в магазине в Нью-Йорке, не на рынке. Офигеть. Кобедицей заплатили. Рассказывает, значит, этот Санчоуз, что все сидят, просто сидят в этом Сан-Франциско. Сан-Франциско, Беркли на кампусе. Беркли на кампусе, на вот этих вот штуках. Кофеина, говорит, много, но нету кислинки кофейной. Берите, если хотите. Я, например, такое не пью. Мне нравится. Продовольственная корзина пока такая. Казалось бы, вроде вечеринка. А такое ощущение, как будто бы... У нас две цели. Одно это для вечеринки, а это чисто для дальше поездки. Ага, понятно. Дальше пощадку. И все же, первая необходимая вещь для вечеринки. Саня говорит, алкоголь. Я вот с ней не согласен. Это вообще не необходимо для вечеринки. Да, я сегодня не выпью больше бокала. Угу. Поэтому для тебя первая необходимая вещь для вечеринки, это что? Что надо купить такого из еды? Просто, чтобы было в стейке, чипсы. Понятно, чипсы. Окей. Мы справляемся с этой задачей. Так вот, потихоньку набираем всякого-всякого. Я полезная? Мираклий нет. Мы вместе выбирали. Какая антимиризма. Да. Нет, на самом деле, смотри. Смотри. Как бы... Чисто Даша готовит махин. Даша, а как по вегански делать? Тут надо, знаешь, мне в мозг пустить компьютеризацию. Бинарный код, бинарный код. Бежит строка. Я просто закупила продуктов на себя. Мне этого хватит с большего на месяц практически. А все остальное? Мне кажется, это абсолютно нормально. На сколько человек? 20, наверное. Я не знаю. Поехали. Супер ответственный человек. Сразу взял с собой пакеты. Сейчас я вам все покажу. Со своими пакетами они ходят закупаться. Прикиньте. Давно вы так делаете? Как? Со своими пакетами закупаться. Да, не знаю. А ты? Иракли, не отвлекай. Вот сейчас мне опять в комментариях напишут. Иракли, ты должен был помогать. Почему ты стоишь и снимаешь? Извините, если не я, то кто об этом расскажет? Они, что ли? Иракли. Не ввести. Обожаю. Просто еще не вышли толком из магазина. Уже едим. Поднялись на Туин Пикс. Все. Фотосессии. Голден ауэр. И Туин Пикс. Да. Это вообще законно быть таким красивым городом? И таким красивым закатом? Так что это? Да. Вообще не знаю. Короче, ты даже почти с тобой не знаешь. Я думаю, больше. Окей, the Beatles I know. Окей. Первое, я думаю, это лучший альбом Битл. Туин Пикс. Окей. Я ждала. Я ждала. Я ждала. Подписывайся на музыку. Вы можете поставить видео. Какие хорошие видео. Нет. Но давайте ее поставить на музыку. Что это? Это... Show мне. Эррель Гарна. О, он один из лучших пенес. Я не знаю. Он легенд. Эррель Грин. Я не знаю, что это. Окей, он легенд. Она меня обучает на старую. Это невероятно. Просто из-за одного англоговорящего человека мы сейчас говорим на английском все Причем он француз Все, последняя стадия этой вечеринки поедания мороженого Остались сильнейшие Остались реально сильнейшие Остались на самом деле только те, кто остались Тут бы и так И лучшая фотография Бутиковский магазин делает мороженое, помнишь? Это оно Да, я впервые еще на подумал Время для сов Время для скрэмбол Идешь то в гору, то из горы вниз Понимаешь? И такой же он в краях Королевищно Спасибо Дашке за гостеприимство и с днем рождения Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Высокируйтесь!